Вот что делать, когда есть какие-то проблемы с кишечником? Плохое переваривание пищи, плохое усвоение пищи, дисбактериозы или наоборот запоры. Эта проблема очень сильно людей мучает, особенно какой-то переходный период на смене питания, особенно действительно по весне и осне. Да, действительно, кишечник это вообще одна из самых интересных тем. Как говорили древние, мы свою могилу копаем ложкой и вилкой. Еще 50 лет назад люди раскопали под слизистой оболочкой кишечника огромную нейрональную сеть. Почему-то это сразу мощно засекретилось, и вот эта нейрональная сеть, ее назвали энтеральным мозгом, оказывается, она в нашем организме очень серьезную выполняет нагрузку. Те люди, и я это уже замечал, которые сохранили, как привычку, есть очень мало, то есть сверхнизкокалорийную пищу, живут и сейчас 95-100 лет, и они здоровы, энергичны. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала официально еще один орган у человека. И этот орган называется микробиом кишечника сейчас, или микробиота кишечника. Наконец-то наше сознание сдвинулось. То есть мы, я думаю, еще в будущем многое узнаем того, что еще вчера представить себе не могли. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели моего канала в Ютубе. Сегодня у нас продолжение, это несколько лекций на разные совершенно темы, по системам организма, по здоровью вообще с Ольгой Алексеевной Бутаковой. И сейчас мы продолжаем. Тема будет очень интересная, оставайтесь, как говорится, с нами. Ольга Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Давно вас уже не видели, уже вовсю идет весна. И вместе с весной людям приходят, естественно, все весенние проблемы, потому что весна – это период обострения различных заболеваний. Вот о чем мы с вами сегодня будем говорить. Очень бы хотелось, знаете, поговорить. Эта тема настолько в сотнях письмах, которые мне приходят, или комментарии под видео, которые люди оставляют, напрашивается такая. Это вот что делать, когда есть какие-то проблемы с кишечником, плохое переваривание пищи, плохое усвоение пищи, дисбактериозы, или наоборот, запоры. Вот эта проблема очень сильно людей мучает, особенно в какой-то переходный период на смене питания, режимов и типов питания. Особенно действительно по весне и осенью, особенно в присутствии, допустим, паразитических заболеваний или каких-то грибковых поражений. И вот об этом хотелось бы поговорить сегодня. Да, действительно, кишечник – это вообще одна из самых интересных тем, потому что, по сути дела, как говорили древние, мы свою могилу копаем ложкой и вилкой. И смерть, как говорит Марва Аганян, идет из кишечника. И ни для кого не секрет, что кишечник – это основная, так сказать, лаборатория, из которой мы получаем энергию и строительные материалы. То есть это две важных вещи, без которых жизнь человека просто невозможна. Вот, кстати, 80% энергии мы получаем через воздух при помощи дыхания, и мы можем без воздуха находиться 2 минуты буквально, а потом организм умирает. Без воды мы можем находиться дней 8, это еще один канал получения концентрированной энергии, да? Но вот без пищи мы можем находиться 40 дней. Но, тем не менее, у человечества так настроен вот этот пищевой канал, что мы пользуемся в основном им. То есть пьем мы как бы мало, дышим мы через раз, что называется, неосознанно, да? А вот питаемся мы мощно, сильно, в основном мертвой едой, пытаясь из нее получить. Вообще непонятно, что мы пытаемся из нее получить. Люди в основном из пищи пытаются получить наслаждение. То есть люди так живут, чтобы есть в основном, а не едят, чтобы жить, к сожалению. Да, да. И главное, что мы все время пытаемся получить из нее энергию и строительные материалы. Но предварительно мы разрушаем все строительные материалы, потому что они органической природы. И, по сути дела, они при температуре 60 градусов все разрушаются. И мы, употребляя маринованные, консервированные, обработанные ядами, сваренные, копченые, различными коптильными жидкостями, уничтоженные продукты, мы пытаемся из них построить свое тело. То есть глупей истории, в принципе, вообще в природе нету. Потому что 96 тысяч живых существ, во-первых, пьют только свежую воду. Ну, то есть она может быть грязная, но она все равно живая. И едят неприготовленную на огне пищу. Конечно. А ту пищу, которая дала природа, то есть на ее вот этом открытом столе, скатерте, самобранке, если так можно выразиться, есть уже все, что нужно для здоровой, нормальной жизни. По сути дела, да. Вот давайте об этом поговорим. Я хочу сначала поднять и обсудить с вами такую тему, как второй энтеральный мозг. На самом деле, как оказалось, история очень давняя. Ну, невероятно давняя. Еще 50 лет назад люди раскопали в кишечнике, под слизистой оболочкой кишечника, огромную нейрональную сеть. Огромную. Но почему-то это сразу мощно засекретилось. И, в принципе, информация до нас дошла, ну, может быть, такая активная информация, ну, несколько лет назад. И вот эта вот нейрональная сеть, ее назвали энтеральным мозгом, оказывается, она в нашем организме очень серьезную выполняет нагрузку. Вот смотрите, исследователи Колумбийского университета провели исследование и определили, что кишечник, по сути дела, является абсолютно автономным образованием. И вот эта вот автономность его, ну, на самом деле это было понятно. Человек лежит без сознания, а кишечник продолжает работать. И человек в мозговой коме, в искусственной коме может находиться несколько лет. А кишечник при этом продолжает впитывать, всасывать, выделять энергию, перерабатывать. То есть у него имеются какие-то свои глубокие механизмы. И своя программа, что важно, да. Да, вот именно своя программа. И вот обратите внимание, смотрите, в головном мозге находится 85 миллиардов нейронов, и он вырабатывает 100 известных медиаторов. 50% дофамина, это вот молекула мотивации, вообще молекула дофамина отвечает нам просто, что делать. Когда у человека нет еды, у него в голове вертится вопрос, а что же делать? Он встает и идет, ищет еду, потому что без этого он просто умрет, да. И 5% серотонина, это в головном мозге вырабатывается. А в кишечнике всего 500 миллионов нейронов, 40 известных медиаторов, 50% дофамина и, обратите внимание, 95% серотонина. Но цифры могут быть каким-то образом и потом пересчитаны как-то, может быть, не совсем полные данные, но оказывается, вы правильно абсолютно гениальную вещь сказали, что человек кушает не ради того, чтобы получать все, а ради того, чтобы получать удовольствие. Так вот и оказывается, что именно выработка нейронами кишечника серотонина, вот этой волшебной молекулы, которая ловится, по сути дела, нашим мозгом, и является тем главным удовольствием, которое в жизни человека есть. Ну, вот если взять первобытное общинного человека, ну, правильно, ну, какое у него было удовольствие? Покушать, тепло и продолжить свой род. Потом появилось бабуинство такое некое, когда начались там ранжирования или там захват территорий, захват самок, да? Но на самом деле человек сейчас опять скатывается в первобытный строй, когда у него высшие человеческие функции ослабевают, а вот эти вот бабуинские функции, там, захват территории и так далее, опять выходит, как у диких обезьян на первое место. И, кстати, Юрий Андреевич, мы шутим-шутим, но виноват в этом наполовину кишечник все-таки. Потому что вот эта вот нейрональная сеть, оказалось, что она выполняет огромное количество функций. Я вот сейчас их коротко назову, а потом мне хотелось бы с вами это обсудить. Вот смотрите, значит, первая функция принимает участие в принятии решений, отвечает за поедание вредной пищи во время стресса, может менять настроение. Если у человека не поступает энергию, у него настроение будет очень плохое, и он пойдет искать эту еду, которая даст ему настроение. Играет важную роль в физическом, психическом состоянии. Вообще, самый страшный гормон, это гормон голода. Его называют грелин. И, кстати, и животное, и человек из-за грелина может убить другое животное другого человека. Потому что есть, конечно, какие-то антиквариатные, ну, я не знаю, там, антикварные изделия, за которые кто-то может убить кого-то. Но грелин – это массовое такое, массовая история. И у многих животных нет вот этой человеческой сущности. Если их дети голодают, то животное идет и каким-то образом добывает эту еду. Либо другое животное, либо, там, приносит какую-то другую еду. Поэтому оказывается, что вот этот вот кишечник, он является достаточно мощным стимулом и как для выживания, так и для всего остального. Значит, следит за уровнем PH, информирует центральную нервную систему о токсичности еды. Кстати, я тоже удивляюсь, вот я 40 лет в медицине, я не, скажем так, не просекла этот момент, что, а действительно, мозг еще не знает, что с нами случилось, а нас уже рвет, тошнит и поносит. То есть, что получается? Кишечник видит все, знает все, понимает все, мозг вообще ни одной, так сказать, молекулой не подозревает, что там внутри происходит. И вдруг у человека раз вырвало там сознание, потерял температуру, поднялась еще и понос, да? То есть, кишечник является первичным в отношении своей функции по сравнению с головным мозгом. И, кстати, ученые установили, что 90% сигнала, передающегося поглуждающему нерву, идет не сверху вниз, как команда, а снизу вверх, как либо просьба о помощи, либо отчет, либо еще что-то. Имеет свой аналог гематоэнцефалического барьера, глиальные клетки, и вырабатывает целый ряд гормонов и нейромедиаторов. Вот как вы к этому вообще относитесь, и какие позиции сыроедения вот именно с точки зрения, я бы уже сказала, духовно, высших духовно-психических функций? Да, вы знаете, все правильно. Действительно, человек, меняя питание, но осознанно меняя питание, когда он начинает понимать, что ведь есть понятие в биологии и в природе, видовое питание и адекватное питание. Это два разных понятия. Видовое – это очень просто. Любой зоолог скажет, вот для данного вида животного характерна такая-такая пища, для этого такая, и все по полочкам разложат. Но только человек руководствуется идиотской пословицей, и все полезно, что в рот полезло. Ну, тогда не надо удивляться, что миллиарды людей все больные. Потому что, конечно, много пришло в нашу жизнь за последние 50-40, особенно 20 лет того, что еще не было у наших предков, и это добавило, усугубило проблемы болезни, омолаживание болезни. Это понятно, мы не берем. Но даже и до революции, и в прежние века были проблемы, когда человек все-таки, ну, скажем, в силу своих привычек, выработанных последними столетиями, после оледенения, когда климат менялся, человеку пришлось кому-то мигрировать на юг. Те, кто остались приспосабливаться есть то, что есть, стали делать печки, греть помещения, ну, а потом уже что-то, чтобы пища дольше сохранялась, жарить и варить. Но вот это жарить-варить привело к тому, что питательные вещества разрушаются очень многие. Многие витамины, так как, например, витамин С, они не термофильные, не термостойкие, как, например, В12, поэтому они разрушаются. Поэтому часть питательных веществ, большая часть, меняется, разрушается. Более того, от термообработки образуются многие токсичные вещества, соединения, которых в природе просто нет. Да, организм человеком на многое способен, многое может выводить из организма продукты распада и, так сказать, синтетические даже вещества. Но резерв не безграничен. И тут я вот что хочу очень важную вещь сказать еще, что еще академик Уголев давным-давно, говоря о пищеварении, вот этой вот теории адекватного питания, которую он разрабатывал, он понимал и открыл тоже многие вещи, например, процесс автолиза или аутолиза, когда живая клетка, пока она живая растительная клетка, она может сама себя переваривать за счет вот этих вот лизосом с клеточным ферментом. И когда мы, скажем, едим яблоки, но тут вопрос в моноедении, то есть, например, только яблоки, то процентов 70 дополнительной энергии, которая потребовалась бы, если бы мы перемешали разные продукты, уже, так сказать, не требуется из организма, а поступает только за счет того, что, так сказать, ферменты переваривают саму же клетку с высвобождением огромного количества энергии. И действительно, вот это фрукторианство, переход после выхода из голодания на соки дает колоссальный прилив сил и энергии. И, кстати, после того, как если человек правильно пройдет, например, методику лечебного голодания, которая с древних времен еще известна, вот эти 20-30 дней, которые потом только восстанавливал, Поль Брэг, там, так сказать, вот Норман Окер особенно, и сейчас вот Марву Горшаку на Аганян тоже, так сказать, вот проголодание, ну, там уже с поправкой на современных, более слабых здоровьем и физически, и ментально людей поправки дает, там, с медом, так сказать, чтобы энергия была, да, там, грейпфрутовый сок и прочие травы, отвар, а раньше это было чисто на воде 30-40 дней, давало колоссальное очищение до клеточного уровня. И тогда на чистый организм меняются вкусовые все вот эти пристрастия, уже человек не может есть соленые, там, со специями, он уже не хочет это, он не хочет есть мясо и рыбу, без которого вожделел, не мог представить, как будет завтрашний день, три раза в день уже сейчас хочет, и говорит, все это глупость, не могу. Потому что это точно пищевая наркомания и начинается все именно с кишечника. И академик Уголев, более того, он еще открыл огромное количество и коллеги его, так сказать, по цеху, что и ферменты, и гормоны многие, которые сейчас и до сих пор медицина открывают все новые и новые, и гормоны, так сказать, которые синтезируют это именно следствие кишечника. То есть, мы, я думаю, еще в будущем многое узнаем того, что еще вчера представить себе не могли. Я вот в связи с этим хочу еще что сказать. Буквально сегодня мне пришло такое одно интересное письмо, вернее, не письмо, а как бы комментарий под мой ролик, по-моему, вот о кофе, очень советую посмотреть. Так вот, я его сейчас зачитаю. То есть, это страшное, на самом деле, письмо, но потому что, вот сами посудите, пишет женщина одна. Спасибо за видео. У меня знакомая сказала, что даже на смертном адре, зная, что отказ от мяса, молока, излечит, то есть, зная это, она ни за что не откажется, любит вкусно поесть. Вы знаете, это, по крайней мере, вот честные слова слабого человека. А ведь сколько же людей обманывают себя своей, вот эти порочные пристрастия, привычки и так далее, как бы с больной головы на здоровую. То есть, когда они, так сказать, пытаются любой ценой оправдать свои привычки, даже ценой попрания здравого смысла и разума человеческого, когда они говорят на белое, что чёрное, и это касается как раз питания. Поэтому действительно человек роет могилу ложкой и вилкой, а ещё в древние времена многие выдающиеся учёные, философы, Сократ, Пифагор, всё давно об этом уже сказали, тысячи лет назад. Кстати, они тоже были веганами-сыроедами. Ну, это что естественно. Тогда большая часть людей придерживалась живого питания, видового питания и адекватного. Адекватного – это, естественно, вот то, о чём вы сказали, что не варить, не жарить, потому что в природе этого нет. А коли этого нет в природе, ну, неужели мы будем считать, что мы умнее? Вот кто верит в Бога, скажет, умнее Бога. Или, скажем, мы умнее природы, что мы знаем. Вот для всех она всё приготовила на своём, как говорится, столе. А для нас, типа, нет. Мы что, у нас как-то биохимия по-другому что ли идёт? Или у нас репликация ДНК, может быть, по-другому идёт? Или биосинтез белка по-другому? Нет, точно так же. Поэтому всё остальное – это вот эти дешёвые попытки, всего лишь основанные на вере своей, на желаниях своих, оправдать вот эту свою слабость и непонимание мира, где мы живём. И, естественно, поэтому мы пожинаем плоды в виде того, что мы умираем от болезни, а не от причины естественной. Вот так вот. Ну, кстати, 60% людей в мире умрут от ишемической болезни, от атеросклероза, инфаркт, инсульт, тромбоз. По сути дела, это болезнь. Но если, например, холестерин отложился внутри сосудов, люди почему-то думают, что холестериновые бляшки снаружи сосудов, и они могут их прочистить каким-то образом. Это вообще глубочайшее заблуждение. То есть холестерин откладывается между слизистой и мышечной тканью в подслизистом слое сосудов. И выманить их оттуда может только голодание, длительное голодание причём. Кстати, никого не убеждает, что в блокадном Ленинграде за 900 дней блокады не было ни одного случая ни инфаркта, ни инсульта, потому что кровь была абсолютно жидкая. Но, тем не менее, вот представляете сейчас прийти в инфарктное отделение, где люди практически лежат перед смертью, да, и сказать им, ребята, друзья, вы хотите спастись? Вам нужно всего лишь там 30 дней проголодать. И у вас жизнь изменится кардинально, вы можете прожить ещё 50 лет. Не захотят. Да, вы знаете, это очень важный момент. Я прямо скажу пару слов тоже. Вот Фёдор Григорьевич Углов, великий русский хирург, учёный, мыслитель, писатель, вот он говорил, что, а он оперировал всю блокаду Ленинграда, финскую войну, то есть он тысячи и тысячи людей, он говорил, что замечал, и очень многие врачи тех времён замечали, что было вот это, во-первых, такое действительно очищение и такая мобилизация организма, причём в сверх, в таких низких, в плане калорийности, так сказать, поступления питательных веществ, вот эти дефициты всего, что с точки зрения уже медицины современной, человек вообще жить не может. Но жили, более того, те люди, и я это уже замечал, которые сохранили, как привычку, есть очень мало, то есть сверхнизкокалорийную пищу, живут и сейчас 95-100 лет, и они здоровые, энергичные, потому что там потом люди разделились после блокады на две части, кто стал наедать всё то, что как бы упустил, как он считал, и те, кто вот как бы вот остались на этой вот экономии постоянной. И вот эти люди, те первые давно умерли, а эти живы, и вот до сих пор видишь стройных таких бабушек и дедушек, крепких, худощавых, таких жилистых, которым 100 лет и около того. Так что действительно, это вот очень важный момент. Более того, все лабораторные исследования о том же говорят, при понижении калорийности питания, при увеличении нагрузок и так далее, животные разных видов живут от 30% дольше, до 2-3 раз, в зависимости от вида. Кстати, это единственный метод сейчас доказанный продления жизни, то есть снижение калорийности питания. Я, кстати, заканчивала Ленинградский медицинский институт очень давно, даже не знаю, сколько лет назад, столько они живут. И у меня, мой участок, который я обслуживала, был Смольный институт. И там были вот эти вот старые дома, где жили блокадники, центр города. А мне надо было их отслеживать. То есть я, когда к ним приходила, карабкалась к ним на 10, на 5, на 7 этаж, значит, и говорила, почему меня никогда не вызываете? Ну вот вы достаточно такой пожилой человек. Они говорят, а мы же не объедаемся, зачем нам вас вызывать? У нас, говорит, давление нормальное, сердце нормальное, настроение замечательное, слава богу, все живы, погода, говорит, хорошая, это в Ленинграде-то, да? То есть у них настолько все было оптимистично, и они настолько, как бы, ценность жизни вот эту понимали, то есть их не заставить уже переедать было никаким способом. Меня это всегда просто потрясало. Причем, что самое интересное, это были люди, которые, вот я поднялась в коморку к одной бабушке, там на последний этаж, где-то по винтовой лестнице, и говорю, как вы далеко забрались? Она говорит, да, так жизнь сложилась, этот дом весь был, дом моего отца-купца. А тут, говорит, вот в этой коморке, где я сейчас живу, у нас жила прислуга. Ну так, говорит, развернула вот эта вся революция, что, говорит, сейчас я живу в этой коморке там. И у меня было, ну знаете, такое прямо сочувствие, но у меня очень, так сказать, большое уважение к этим людям, потому что вот у них кусочек хлеба, конфетка, яйцо, допустим, кусочек какого-то овоща и супчик, вот это у них был дневной рацион полностью. Причем они были, у них не было никаких заболеваний. Я им говорила, ну давайте я вам для вида что-нибудь назначу, мне обязательно что-нибудь надо назначить. Они говорят, ну что же вы нам можете назначить? Я говорю, ну давайте витамин С, аскорбинку с глюкозой. Они говорят, ну давайте, вместо сахара будем. То есть, я была, кстати, потрясена. А другие люди, полные, толстые, с гипертоническими кризами, все у них отекает, тут у них не двигается, там у них болит, тут у них покорежило. То есть, а у тех никаких суставных проблем не было. А мяса нету, какие у них, какая подагра? Никакой подагры нету. То есть, мы себя сами загоняем вот в эту ловушку болезней, и причем загоняем именно своей психологией, именно вот убогостью своего мышления, непониманием, и ханжеством, невежеством и ханжеством. Да, верой своей в то, что мы считаем святы, веримы, убеждены с детства, потому что прокатываемся через эту матрицу догм и стереотипов, и мы, любые люди, неважно какой профессии, образованный, хоть академик, даже от медицины, он тоже не потому, что он знает, твердит о пользе мяса и прочее, а потому что он привык так с детства, и он даже это не может, ну как сказать, критически мыслить уже, он просто верит в это, так же, как и любой другой человек. А если послушаешь, а докажите, никто не может разумным, вот языком, так сказать, биологии, биохимии доказать, потому что это просто и невозможно, ну начинают про аминокислоты что-то говорить, но извините, вопрос ведь, потребить эти аминокислоты, и все равно ведь из них строятся белки в каждой клетке нашего организма, так значит, нам главное их просто получить, а они есть и в растительной пище. Более того, так сказать, еще в более легкой усвояемой форме, вот эти полипептидные белковые цепочки, более простые, чем вот эти сложные, высокомолекулярные, которые в полной мере разобрать не получается, и потому и возникает вот эта реакция антигена-антитела с образованием гнойных токсинов, трупных ядов, которые в полной мере не могут вывести из организма и травят нас постоянно. И кстати, знаете, Ольга Алексеевна, такую вещь я просто интересную скажу, вот про бабушек мы заговорили, тут один такой знакомый, скажем, вот где в Пушкинских горах, он сказал, знаете, я познакомился несколько лет назад с одной такой бабушкой, она хочет там землю тоже купить, дом построить, вот она из Петербурга, из Ленинграда, ездит каждую весну, и там, в общем, такая активная, ну, с тяпочками, прям с тяпками, граблями, и там, вот где-то у кого-то тоже работает по земле, все помогает, а сейчас уже хочет свое хозяйство. Самое интересное, то есть, ну, она в полном здоровье, абсолютно, самое интересное, сколько ей лет, и кто она, какие люди еще живы, она, ей 96 лет, она герой Советского Союза, разведчица, герой Советского Союза, вот такие люди еще есть, то есть, она вот, здоровье, как у молодого человека, а кто-то в 50 лет уже, что вы хотите, возраст, ну, о чем, это стыдно должно быть, когда кто-то 50-60 лет, и говорит, ну, что вы, вот, какой возраст, посмотрите на этих 100-летних людей, которые, это норма, и это норма, а не то, что у вас 50-60 лет. Кстати, сейчас обнародовали списки долгоживущих, рубеж людей, переживших 100 лет, перешагнул за 100 тысяч человек, за 100 тысяч человек, и мне, что больше всего порадовало, значит, что 50 тысяч человек из этих 100 тысяч живут на острове Окинава, а остальные разбросаны по голубым зонам. Вот остров Окинава, это там, где вот эта вот щелочная, органическая коралловая вода, которая не карбонат кальция, который есть в земле, да, а именно такая органическая форма кальция, коралловые полипы, это и не животные, и не растения, это такая, ну, как бы средняя форма между этим, да, так вот у них все равно органический скелет, и вот эти органические сухие минералы, они способны нести электрический заряд, поэтому на самом деле мы должны получать очень большое количество щелочных минералов, как еда именно из растений, именно из растений, на худой конец из пограничной формы растений и животных, а мы, конечно, все получаем из животных, вместе с болезнями, к сожалению, потому что и молоко, и творог, и там костная мука, и все, все это, оно у животных, естественно, заражено теми же вирусами, заражено теми же, так сказать, энергетическими, ну, скажем так, низкими энергиями или энергиями там смерти, там теми же самыми измененными в момент смерти, да, все-таки у растений все это протекает как бы в другом немножечко режиме, вот давайте мы сейчас с вами поговорим о том, несколько составляющих частей вот этого пищеварительного процесса, да, вот что, собственно, мы добиваемся, что хотим получить от кишечника, да, я хочу поднять тему о ферментах, то есть ферменты, ну, во-первых, это вещества, которые делают жизнь возможной, они необходимы при любой реакции, в любой реакции, это рабочая сила, активность ферментов, кстати, никогда не была никем синтезирована, то есть белковую молекулу синтезируют, но управляющие вот этой роли, когда фермент сам плавает, работает, делит, там, алкоголь, дегидрогеназа, липаза, протеаза, там, декстраза, ну, и так далее, и так далее, да, вот что самое главное, Юрий Андреевич, для меня это поразило просто, я изучала ферменты достаточно глубоко, чтобы понять основы вот этого энергетического обеспечения, мы наследуем определенный ферментный потенциал при рождении, вот что самое ужасное, это ограниченный абсолютно запас энергии, и он рассчитан на всю жизнь, чем быстрее мы израсходуем этот запас энергии, тем быстрее мы умрем, вот в чем проблема-то, точно так же, как яйцеклетки, вот есть у нас там, например, 300 яйцеклеток, да, если у нас с детства заболели у девочки яичники, охладилось, остудилось, воспалились, все, уже ни одной яйцеклетки нету, да, пока наш организм обладает факторами ферментной активности, мы живем, и он способен производить некоторое количество ферментов, некоторое, не очень большое, да, и главную роль в предотвращении хронических болезней тоже играют ферменты, и они увеличивают продолжительность жизни, а теперь вот что, вот представьте себе, каждое растение, еще по уголеву, имеет свои рибосомы с ферментами, значит, а желудочный сок, он только вскрывает эти мешочки, и запускает работу собственные ферменты, ну, условно говоря, питон съел кролика, вместе с лапками, вместе с шерсточкой, вместе с коготочками, да, и лежит на солнце, уходит, лежит, и кролик сам себя переваривает, а желудочный сок питона направлен на то, чтобы просто расщепить, вот эти вот лизособы, в которых находится ферментный аппарат, но если бы кролика сварили, и, между прочим, Уголев на это очень четко показывал, что лягушачья лапка в свежем соке, в соляном, сырая лягушачья лапка, через 30 минут она уже все переварена, просто косточка остается, а вареная лягушачья лапка неделю в том же соке, и никаких не происходит, потому что желудочный сок сам по себе, соляная кислота, он только служит помощником, а вот эти вот ферменты, ацидин, пепсин, там, амилаза, липаза и так далее, и так далее, и так далее, они должны вырабатываться частично у нас, но 90% их должно поступать именно с продуктами, вот представьте, что человек тратит в пустую огромное количество ферментов, а учитывая, что у нас их 3000, они срабатывают 1 миллион раз в секунду, вот внизу рисуночек такой, например, фермент амилаза, фермент, который расщепляет, например, картошку, полисахариды, вот представьте, что его нету, все, глюкоза абсолютно не усвоится, и получится, что человек не получит энергетический фактор, и он, так мало того, он еще счастлив никогда не будет, потому что не получая глюкозу, он не получит удовлетворение, и мозг не сделает вот этот вот щелчок, что да, энергия есть, все в порядке, живи дальше, то есть мозг постоянно будет осуществлять поиски еды, есть, 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 пить, есть, когда человеку не хватит энергии из еды, он перейдет на водку, он перейдет на никотин, он перейдет на наркотики, только для того, чтобы вот это удовлетворение простимулировать, вот это путь, к сожалению, в никуда, и начинается огромное количество заболеваний, вот эту тему прокомментируйте, пожалуйста. Да, ну, во-первых, про пару слов, вот про крахмал и про вообще амилазу, да, это фермент, который вырабатывает, например, наша поджелудочная железа, чтобы, так сказать, расщепить более сложные сахара на более простые, но, кстати, тут важно сказать, что у нас уже в ротовой полости начинается пищеварение, потому что у нас вырабатывается в ротовой полости фермент птиолин, это слюная амилаза, которая как раз, тоже, кстати, нам, о чем это говорит, у нас не трепсин вырабатывается, не пепсин, не другие ферменты, которые белки расщепляют, то есть, у нас все заточено под растительную пищу, и поэтому в ротовой полости уже надо, почему правильно говорят, долго жевать до состояния жидкой среды, и фермент птиолин уже успеет обработать, уже меньше потребуется работы нашей поджелудочной железы, чтобы выделить меньшее уже количество амилазы, то есть, да, и, соответственно, мы экономим резервы свои, поэтому вот это очень важный еще момент, долго жевать, пища видовая адекватная, совместимая, ну и, конечно, пищи не должно быть в плане простых сахаров, слишком много, тут некоторые диетологи, вот в чем их ошибка, я хочу вот важную вещь сказать. Вот интересно. Да, ошибка в том, что они ставят на одну чашу весов искусственные сахара, то есть, вот эти все сахарины там и прочие, и синтетическую фруктозу с натуральной, а это делать в корень неверно, совершенно в этом смысле даже теория калорийности не работает, потому что, лишенные вот именно ферментов, витаминах, и в естественных комбинациях со сложными органическими соединениями, чистое синтетическое вещество, оно забирает, наоборот, энергию, оно может дать на какое-то время, либо, так сказать, как бы, так сказать, как кофе, оно вот энергию не дает, оно заставляет высвобождать ту энергию, скрытую у нас, как бы тратить последние потенциалы, а само, сам продукт не несет, так вот нам надо потреблять те продукты, которые сам по себе несет и отдает энергию, которые легко самоперевариваются, и тогда энергия уже наших и ферментов, и чистая энергия не тратится на переваривание, фактически, то есть чуть-чуть, и вот это вот важно понимать, поэтому, что важно, чтобы количество было примерно равное, например, если мы говорим о овощей, зелени и фруктов, фруктурианство отдельно, это очень сложная отдельная вещь, так сказать, тут нужно, чтобы идеально была здоровая поджелудочная железа, и, конечно, не было паразитов, кстати, еще очень важная вещь, и, конечно, другая тема совершенно, но... Но мы затронем немножко ее, чуть-чуть сегодня, потому что... Потому что я очень не рекомендую лечебное голодание проходить, если есть хоть малейшее подозрение, что есть паразиты. Вот это очень важно. Очень, вот, потому что сначала избавиться от паразитов, а вот потом уже, не имея их, особенно паразитов печени, например, там, аписторхов, там, вот тогда можно голодать, иначе, так сказать, некоторые из них просто съедят организм. Да, если, например, человек начинает голодать, даже по тому же полюбрыгу, да, он ведь ничего не говорил про паразитарные программы вообще. То есть у человека лямблии, которые живут практически в желчных протоках и в 12-перстной кишке, в тонком кишечнике. И плюс еще могут быть аписторхи, абсолютно, так сказать, спокойно. А аписторхи вообще питаются клетками печени? Клетками печени. И они практически во время голодания они разорвут эту печень в клочья. Вот, и поэтому некоторые люди прямо и пишут, говорят, вы знаете, начал вот голодать вот по такой-то системе, а мне плохо слегла. Так я говорю, ну, естественно, потому что я же в тех лекциях, где я касаюсь эту тему, говорю, что только сначала антипаразитарная, комплексная, полная, хорошая, правильная программа, а вот потом уже действительно можно начинать голодать и, соответственно, совершенно будет другое дело. Да, вот вы знаете, существует вообще как бы единый ритм оздоровления кишечника. И вот смотрите, какая иерархия существует. Значит, для того, чтобы почистить организм, сначала надо почистить толстый кишечник. Обязательно, пищеварительную систему, печень и тонкий кишечник, то есть вместе с паразитарными программами. А у нас чистят все подряд. Потом нужно только приступать к почкам, потому что почки получают 80% ядов именно из кишечника. И получается, что люди с заболеваниями мочевыделительных органов с грязным кишечником, они никогда не смогут вылечиться, потому что кишечная палочка будет проникать прямо в почки, в кровь и так далее. После этого кожа. Представьте себе, какая огромная армия людей с псориазом, экземой, нейродермитом. И они даже не догадываются, что у них в кишечнике идет грибковое поражение, идет нарушение ферментов, идет нарушение бактерий, идет неусвоение пищи, слизистая дырявая, там синдром альдегеции, мальабсорбции. И все это всасывается, причем в огромных количествах, в лимфу, в кровь и разносится уже по межклеточным пространствам. А представьте, какое огромное количество бронхолегочников, различные астмы, различные обструктивные бронхиты. И тоже начало лежит в кишечнике, потому что в легких слизь не вырабатывается и в носу тоже. Нос это просто резервуар, в который копит эту слизь, грибковую, вирусную, бактериальную. А проблема сидит в кишечнике. А также лимфа. Вот представьте себе, сотни лимфатических узлов, которые расположены под кожей. У них прокинуты шланги именно в межклеточное пространство. И они забирают в лимфатические узлы именно токсины, яды и метаболиты грибковые, бактериальные, лимблиозные, вирусные и так далее. То есть получается, что мы вообще ни одно заболевание не можем убрать, если мы не восстановим пищеварительный правильный процесс. Потому что это абсолютно невозможно. Конечно, все начинается именно с кишечника, абсолютно верно, именно болезни. И поэтому первое, с чего надо начинать, системный подход к очищению организма, это конечно с кишечника, безусловно. Мы разработали в Академии здоровья алгоритм очищения кишечников. Вот смотрите, в чем он состоит. Значит, первое, употреблять очищающие продукты. Мы с вами сейчас поговорим про эти очищающие продукты. Пить очищающие напитки. Я считаю, что русская традиционная медицина имела огромный опыт очищения, просто невероятный. Дальше, добавить продукты, богатые ферментами. Именно продукты. Если нет продуктов, то тогда уже биологически натуральные, эффективные сухие продукты. Добавить продукты, богатые клетчаткой, причем это все одновременно. Способствовать укреплению микрофлоры или продукты для питания микрофлоры. Фитонциды сразу сюда же добавлять надо, потому что что там ждать? Откуда мы знаем, есть грибок, нет? Так сказать, на исследование мы все деньги потратим свои, которые есть. Добавить витамины богатые, которые способствуют очищению, минералы, способствующие очищению, и сорбенты. Вот алгоритм состоит вот практически из этого. Потом все это взять, по сути дела, и, открыв кишечный канал, просто вывести. То есть, получается, что мы готовимся, кушаем очищающие продукты, очищающие напитки, ферменты, клетчатку, микрофлору, значит, витамины, минералы, и все это, скажем так, перемещается, перистальтирует, и единым таким потоком мы его удаляем. А когда человек просто пьет, например, мед, и говорит, я очищаюсь, или просто, например, ест какой-нибудь продукт, и говорит, я очищаюсь, то есть, это сложно назвать очищением. В очищении должны быть и клетчатка, и микрофлора, и фитонциды, обязательно. Если не хочет человек БАДы, то он должен фитонцидные продукты. Вот давайте по каждому из этих, буквально там несколько слов, пройдитесь, какие бы вы порекомендовали. Ну, во-первых, вот обращаясь к нашим зрителям, я очень рекомендую есть, об этом целой книге написано, это абсолютно истинная правда, про ростки. Вот не спящая семечка, в котором, конечно, сложные в основном соединения, и действительно есть те вещи, которые, это те вещества, которые предотвращают от поедания, которые являются достаточно токсичными, а вот пророщенная семечка, а в первую очередь это кунжут, амарант, мак, вот эти семена, 4-5-6-дневные проростки, самые ценные, более того, витамины, которые находятся в самих семечках, начинают синтезироваться в больших количествах, доходят до 20-30 раз больше, чем в спящем семечке, в пророщенном. А как раз ферменты, самые активные, самые сильные, потому что это вот начало жизни, и здесь как раз идет активация, это мощнейший энергетик, это как раз очищение, это как раз вот и клетчатка. И клетчатка, и ферменты одновременно. Да, да. Абсолютно гениальный ход. Абсолютно гениальный ход. Кстати, в сухих зернах содержатся ингибиторы ферментов, и сухие орехи есть ни в коем случае нельзя никому. Во-первых, они отравлены, во-вторых, на них споры грибов в колоссальных количествах. И мне хотелось бы, чтобы ваши сыроеды, которых огромная армия, это понимали, потому что они белок добирают из орехов, но дело в том, что только из пророщенных орехов надо добирать, потому что, во-первых, ингибиторы ферментов сразу же уничтожат ферменты самого человека. Потому что зерно должно лежать год, и оно год должно находиться в состоянии свернутой космической программой. Я вам более того скажу, зерна находили и в египетских ступках, где в этих амфорах, которые тысячи лет спустя одно из десяти прорастало, так что оно тысячи лет может храниться. Абсолютно точно. Но как мы обманываем? Мы даем солнце, мы даем воздух, мы даем воду, и мы даем свою любовь. Кстати, Масара Эмото заметил, что если, так сказать, зернам не давать любовь, ну то есть, вот эту психическую, высшую психическую энергию, то они очень плохо прорастают. Есть люди, у которых цветы, вот я знаю, что у вас невероятные ботанические сады, я была потрясена вашим деревом гинка, который вообще, так сказать, в единичных экземплярах, и вообще вашим садом вот этим, ну невероятно просто. Не у всех людей вообще растения растут. Вообще не у всех людей. У некоторых, даже когда им дают готовые выросшие растения, они у них гибнуть начинают, потому что человек выделяет токсические вибрации, которые даже растения убивают. Вот что значит, есть люди такие, у которых, так сказать, все это происходит. Потом, знаете, Ольга Алексеевна, я бы что еще хотел посоветовать. Есть уникальная такая троица препаратов, ну из растений, естественно, которые в своей купе дают вообще все витамины, но, скажем, ладно, кроме В12, все минералы, причем включая микро-макроэлементы, хилатные, органические, водорастворимые ионные формы, и все, соответственно, так сказать, аминокислоты, то есть вообще все, жирные кислоты, все, что необходимо человеку. Ну, если так уж говорить, это вот фукус, вот этот, который особо... Пузырчатый, да? Да, который, но не просто вот фукус, как тертый в порошок, или что-то, а именно вот гелеобразный. У меня есть несколько видео, я вам, если вы не смотрели, тоже посмотрите, потому что над этим 40 лет ученые бились как бы вывести, ведь клетчатка практически не переваривает. У нас нет такой ферментной базы, чтобы полностью переварить вот эту морскую сложную водоросль, многоклеточную, и достать из нее минералы. А вот это сделано. Один был технологический прорыв, и вот тогда буквально за считанные недели, ну, месяцы в крайнем случае, там и щитовидка, узлы проходят, и огромное количество людей на себе уже это испытать. Второе. Это спирулина. Причем, конечно, в идеале она должна быть дикая. То есть, не лабораторная культура, а дикая, да, то есть, это совершенно другой состав ее. Потому что там и все аминокислоты, все 8 из 8 незаменимых, у нее можно есть и качаться. Даже были в 70-е, когда вот это все пошел бум, и в Китае стали спирулину добывать, культивировать и есть, и с дуру начали из нее котлеты делать и есть. Вы знаете, что стало происходить массово? Почки отказывают. Потому что такое количество белка, там 82%, да, что, ну, это, извините, такого продукта просто нет больше второго на планете. И третий – это сок пророского пшеницы. Это отдельная очень тема. Это мощнейший активный хлорофилл, это мощнейший очиститель на клеточном уровне, и это мощнейшая энергетика. Вот только в первой половине дня и в середине может быть, потому что потом просто человек не заснет. Поэтому можно как за рулем кто-то не кофе пить эту гадость, а вот сок пророского пшеницы, те же таблетки, хорошо, он сейчас есть, уже выпускается в виде капсулированных, вакуумированных, в вакуумных дегидраторах, таблетках, которые абсолютно сохраняют все свойства и пользу. И вот эта троица дает практически все организму. Ну вот у нас спирулина, она у нас в коралловом клубе от Кристофера Хилла. Кристофер Хилл – это тот замечательный человек, который на миллионы долларов поставлял спирулину больным детям Африки. То есть у него были собственные плантации, одни из самых, так сказать, больших в мире. И они с женой прямо были подвижники. Они хотели спасти детей Африки, вот именно, так сказать, по этой теме. Но он не учел одну очень серьезную историю. Он не учел, что там у одного ребенка по 3-5 паразитов на каждого, потому что вода и все такое прочее. И, конечно, этот опыт, скажем так, он имел продолжение, но он не сработал так, как хотел бы Кристофер Хилл. Он уже сейчас не живет в этом мире, он лучшим из миров, да? Очень важный момент. Я никогда еще в своих лекциях это не говорил. Я хочу сказать такую вещь. Просто к слову не приходилось, да и забывал. Вот кто занимался аквариумистикой, особенно профессиональной аквариумистикой, знали, но не все тоже, только серьезно, кто этим занимался, что, например, многие виды рыб, особенно капризные даже, но не все, но определенные, можно либо идеально вырастить, где темпы роста идеальные, крепкий иммунитет, там, значит, сопротивляемость болезням, высокая, когда-либо мы подберем идеальный природный корм, как в природе, то есть вот этот весь зоопланктон начинает коловраток, там, скажем, там, инфузорий, да, в микростадии после икринки, либо же в рождении микроособей, и дальше идут циклопы, дафни, вот эти прочие рачки водные, либо так, ну, кстати, где в основе пищевой цепи, опять-таки, это хлорелы, блено, одноклеточные водоросли, да, но, либо это спирулиный, только даже спирулиный, то есть в ней есть вот те же темпы роста, крепкие иммунитеты, вот я сейчас определенные эксперименты иду на эту тему, да, мне достали природные, скажем, морфу, то есть там популяции гупи, именно с Амазонки, с Колумбии, с рек, с притоков редкие, те самые, которым генетики бьют кровь, как говорится, тех, которые давно культивируют, где уже, так сказать, ну, не та генетика, да, и вот я вижу определенные, очень, скажем так сказать, подтверждающие вот эту вот теорию, абсолютно вот практика критеристины, то есть вот я вижу именно это. Кстати, по поводу хлореллы, по поводу спирулины, хлореллы и, значит, мне, кстати, еще очень потом хочется добавить люцерну в этот ряд, да, она не водоросли, но тем не менее она вот так. Я однажды видела, я не аквариумист, у меня аквариума нет, но мне однажды захотелось поэкспериментировать, как рыбы будут есть спирулину. И там вот эти вот частильщики, я забыла, как они называются, которые вот так вот ползают по... Это различные присоски, лорикоридаи, семейство, называется по-латыни. Огромные такие, здоровые. Скорее всего, это птерегаплихт парчевый обычно. Да, 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 красивые такие. И мы бросили две таблетки спирулина, их там было 4 штуки. Они мгновенно отсосались от своего стекла и бросились, и устроили драку за эту спирулину. Причем спирулина еще не успела упасть на дно, как они уже ее просто разорвали на кусочки. Я такой прыти вообще не видела. Как они почувствовали, я даже не могу понять. И это меня, так сказать, сподвигло к тому, что невероятный какой-то белок. А тут у нас недавно случилась большая трагедия. У меня у мамы живет шиншилла. У мамы раньше жили хомяки, и они все умирали через 4 года. У мамы была трагедия. А тут мне сказали, что шиншилла живет 35 лет. И на этой волне я эту шиншиллу сестра подарила маме. И вот она у нас как бы общий любимец. И тут вдруг заболел, воду не пьет, слег и вообще практически умирать начал. Мы вызвали ветеринара, и он нам говорит, ну а сколько вашему лет шиншилле? Мы говорим, 9 лет. Он говорит, ну все, уже надо выбросить его все, потому что он уже говорит, уже все, это уже, говорит, трупик. Мы говорим, как это? Он вчера был здоров, что-то с ним случилось? Он говорит, не-не, зубы сгнили, вот что-то там такое. И мы начали его кормить хлореллой и люцерной. Значит, и все-таки мы его вытянули. То есть вот уже мы месяц его, так сказать, реанимировали, можно сказать, пипеточкой воду давали. Хлореллу с люцерной разводили, значит, так сказать, в водичке и шприцем ему в рот. Сейчас носится опять. Забыл про старость. Бабушка счастлива. То есть вот представьте себе, что ни одно из лекарств вот не могло его реанимировать, потому что мы ему пытались сделать подкожные витамины, все-все-все-все. Нет, ну вот начал есть люцерну с хлореллой, и вот он как бы реанимировался, понимаете? Здорово. Я, кстати, хочу сказать, что я советую еще шиншиллам, а у меня тоже есть шиншиллы, любимые наши. Одну зовут Шуша. Смешная зверюга. В общем, корни одуванчика зимой сушеные, сушеные, а летом листья молодые одуванчика, это для них, ну, в общем, это все. Чистят вещи. Перед маме она будет счастлива. Да, да, обязательно. То есть вот это вот тоже надо обязательно учесть. Не все любят, правда, из шиншилл, там у них тоже свои вкусовые приоритеты, но очень хорошо, если будут есть сушеные плоды шиповника. Вот так. Тоже. Спасибо огромное, потому что у нас сейчас большая проблема, как сделать так, чтобы он хотя бы еще несколько лет пожил, потому что бабушка прямо вообще, ну, то есть это у нее показатель такой. Очень интересно с вами. Я так с вами люблю разговаривать, потому что вы знаете намного больше меня в области диетологии. Но я хочу немножечко предложить людям свою точку зрения, потому что вот смотрите, мы, конечно, ну, не можем думать так, что все в одночасье станут вегетарианцами, сыроедами, там, веганами. То есть это целый путь, причем этот путь длиною в жизни. И поэтому пока, так сказать, мы учимся применять ферменты, которые есть в сырой еде, нам нужно какой-то переходный период. И я бы посоветовала людям попробовать начать с ферментов капсулированных, таблетированных, но только не с медицинских, потому что медицинские ферменты, они приготовлены из убитых животных. Фистал, дегистал, панзинор. То есть это имеет место быть у врачей, как бы, ну, в каких-то тяжелейших ситуациях. Да, мы даже внутривенные ферменты делаем. Но я считаю, что это недопустимо в оздоровительных практиках. Но вот такой вот фермент, как папайя, это уникальный фермент. Я только что приехала из Индии. Я, кстати, ездила в Индию специально на 15 дней в одну из лучших лечебных клиник государственных, чтобы посмотреть, каким образом они чистят, и что они, так сказать. И они сейчас открывают в Индии клинику, куда меня пригласили, ну, как бы, проинспектировать ее. Они берутся лечить и рак, и диабет, и склероз, и самые тяжелейшие заболевания. Правда, пока у них это очень дорого, но, тем не менее, аюрведический подход дает им возможность этих людей исцелять. И они в этом абсолютно уверены. Так вот, папайя, чем она мне нравится? Нас поили там папаевым соком. Это было у нас 15 дней, меня там держали, так сказать, в закрытых, условно говоря, условиях, да? Где ничего не скушаешь, ничего. И вот у нас жизнь наступала только, когда приносили сок папайи, или сок манго, или сок граната. Потому что я не люблю индийские специи, мне их еда как-то, ну, не очень нравится. Но, значит, после того, как я вот эту папайю напилась несколько литров, то я к своим таблеткам, которые у нас есть, стала относиться с еще большим уважением, потому что кожа мгновенно прочищается. То есть, ведь папайя – это фермент, который и белки в том числе переваривает, а у нас самая большая проблема – переварить именно белки. Потому что, ладно, еще углеводы там, жиры тоже, кстати, сложно, но вот белки – это просто, так сказать, сложно. Или зацим тут, и, значит, и, кстати, она антибактериальная, разрушает стенку бактерий, вирусов. То есть, папайя сладкая, каждому ребенку можно одну, две, три таблетки. И человек привыкает, так сказать, если он, например, кушает сырую еду, он не добавляет ничего. Если он кушает вареную еду, при добавлении двух-трех таблеточек папайи – абсолютно другая история. То есть, поэтому все, кто находится еще только на пути к сыроедению или к веганству, обязательно употребляйте какие-то, ну, такие растительные, именно растительные ферменты. Они дешевые, они стоят практически, ну, там, одна таблетка папайи стоит, ну, может, там, 3 рубля, там, 2 рубля с половиной, 4 рубля, но это того стоит, потому что это делается из зеленых плодов. Это не совсем папайя, так сказать, не спелая папайя, а именно ферментативные свойства. И я потом еще скажу про несколько ферментов более сильных. И мне еще хочется поднять вопрос сейчас про пробиотики. Значит, история, так сказать, невероятная. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала официально еще один орган у человека. Когда до меня дошла эта информация, я изучила на всех языках, которые мне доступны, да, действительно, такое произошло. И этот орган называется микробиом кишечника сейчас. Или его еще называют микробиота кишечника. Там выявили около 90 видов бактерий. Причем, питерская одна из академий, по-моему, на базе военно-медицинской, или, ну, не буду говорить, но, в общем, один из бактериальных институтов, сейчас разрабатывает хорошо эту очень тему, именно микробиоты кишечника. И нашел связь нарушения отдельных штаммов бактерий с самыми разными заболеваниями. И с инфарктом, и с инсультом, и с тяжелыми заболеваниями суставов. То есть оказывается, что микробиота кишечника настолько важный орган. Ну, представьте себе, чтобы вот это содержимое кишечника, 2-3 килограмма бактерий, назвали целым изолированным органом, да. Наконец-то наше сознание сдвинулось. И я считаю, что те продукты, которые содержали естественные штаммы бактерий, ну, вот вы, может быть, поподробнее расскажете там про мацион, еще про что-то, то есть это ваша как бы тема, да, такие вот именно штаммы, которые передаются из поколения в поколение по 100, по 200, по 300 лет. То есть людям обязательно надо употреблять эту какую-то продукцию, но чистым, допустим, вегетарианцам можно пробиотики в сухом виде. У нас есть три вида пробиотиков. Биокурунга, биокурунга, это куранговиты бурятские. У бурят очень сложная проблема, они едят очень много мяса и картошки, то есть основная их еда мясо и картошка, и у них немного витаминов. Переваривание затруднено, и они такую молочнокислую культуру сделали, там самого молока-то практически нету, сыворотка, и вот эти вот куранговиты. Но есть абсолютно чистая суперфлора и мегаоцидофилус. И то, и другое содержит бифидонфлору и лактофлору, потому что на самом деле вот молочнокислые палочки, их не так много в продуктах, не так много. И не так много продуктов, которые их размножают. Вот опять же, ферментированная еда, да? Это целое огромное направление. Кстати, сейчас... Вот расскажите немножко по-подробнее. Это очень интересное направление, когда действительно это абсолютно точно и доказано, что да, если действительно даже сложные углеводы, то есть и, скажем там, даже белковые типа соя, чечевица, то есть, которые много белка содержат, да, действительно сделать такую низкотемпературную, ну, которая помогает, ну, то есть ферментации до 50-60 градусов, действительно такая пища легче усваивается, быстрее с меньшим потреблением энергии из организма. Больше КПД всасывания, усвоения питательных веществ, это правда. Вообще, тема ферментации, вот как раз она основана на том, что давится какой-то продукт, вот, грубо говоря, запускается процесс аутолизма, только температура может ускорить, пока не превышена та планка температуры, когда идёт уже погибание, так сказать, ферментов и так далее. И вот тут у разных продуктов по-разному, от 35-38 до 60 некоторые держат. Некоторые люди ведут на эту тему очень серьёзные эксперименты. Я вижу в них рациональное зерно, но, что хочу сказать, вот действительно, почему я так вот хотел, да, даже очень желал, чтобы вы рассказали про именно ту продукцию, проверенную продукцию Кораллового клуба, в плане помощи людям именно страдающими проблемами переваривания пищи, усвоения, где низкие КПД усвоения, потому что, действительно, ферменты и пробиотики, они как раз помогут. И это особенно на переходный период, особенно в период болезни, и особенно, когда есть долгие, хронические, десятилетиями идущие, а такие люди постоянно обращаются ко мне, говорят, десятки лет эти проблемы, когда там нет стула, когда там 10 лет принимают от запоров таблетки или клизмы, без них никак не могут. Ну, это, естественно, тотальная неполадка, значит, когда мы своими силами, даже перейдя на адекватное питание, сразу не справимся, и будут проблемы, а человек будет думать, значит, он что-то неправильно сделал, а он, может, и правильно сделал, да у него там уже колоссальная беда, которая годами сложилась, и нужно помочь. И вот здесь, конечно, не обойтись, я об этом тоже всё время говорю, без ферментов качественных и пробиотиков, поэтому я бы от вас попросил бы, знаете, о чём ещё рассказать, как можно совместить, то есть, например, вот дегистейбл, там ассимилятор. Ну, давайте сейчас расскажу, да. Расскажите. Вот смотрите, допустим, человек решил перейти на сыроедение, поджелудочное слабое, кишечник слабый, слизью всё забито. Мы, кстати, потом ещё по одной теме поговорим, про грипп-слизневик вот такой поговорим, попозже немножко. Так вот, если, например, человек начинает сразу чистить кишечник, это не самая лучшая история, потому что он может принять слабительные травы, он может принять какие-то там сорбенты, может принять какие-то смеси очистительные, но сначала надо всё-таки разобраться с пищеварительным процессом. Вот в пищеварительном процессе как минимум три участника. Это ферменты, это бактерии и это клетчатка. Потому что клетчатка является теми островками, где ферменты и бактерии работают. Ферменты сначала обрабатывают пищу, разделяют её по кусочкам, по аминокислотам, а далее вступают уже бактерии. То есть, бактерии не могут приступить, пока ферментеры не обработали пищу. Я, кстати, вот этот процесс никак не могла понять. Думаю, а как же энергия всасывается в организме человека? Меня этот процесс, в общем-то, собственно, никогда даже не волновал. То есть, вот представьте, человек съел, например, всё, да? И вот где та стадия, где тот момент, когда у него клетки начинают получать напрямую вот эти кванты энергии, да? В виде АТФ, в виде каких-то других там поле каких-то соединений, да? И из свободных электронов. Да, из свободных электронов, кстати. Так вот, оказалось, что этот момент наступает только тогда, когда ферментеры полностью сделали свою работу. Причем ферментеры в составе минимум семи групп. Это и липазы, амилазы, мальтазы, декстразы, то есть различные, это, так сказать, на все группы веществ. Потому что ведь у нас нет отдельно мяса. У нас мясо с жиром, у нас там белок, например, с фосфолипидами и так далее. Поэтому один фермент не поможет. Помогут только комплексные такие вот, именно комплексные смеси, да? Либо это будет животные, вот там панкреатин, но это я не советую, потому что сразу же пойдет сигнал, что фермента достаточно, поджелудочная железа отключается. Да, вот это вот самое привыкание, синдром привыкания. А когда человек, да, кушает, например, ту же самую папайю или дегистейбл, покажу сейчас, как выглядит, или ассимилятор, то организм не получает. Он как будто бы съел фрукт. Ну что там, он как будто папайи наелся. На следующий день нет папайи, значит, он ее не кушает. То есть сигнал не поступает при отсутствии папайи, что, так сказать, он сам ее производил. Вот в этом вся хитрость заключается, что ферменты не должны быть подобными тем ферментам, которые выделяем мы сами. Вот мы выделяем панкреатин, например, да. Ни в одном растении панкреатина как такового нету. Но, тем не менее, есть ферменты другие, которые расщепляют, та же амилаза и так далее. Поэтому очень важно, чтобы именно комплекс был клетчатка, бактерии и ферменты. Вот если мы говорим про пробиотики, то три самых лучших на рынке продукта. Вот суперфлора. 10 в минус 9 степени бифидомолактофлор. Прямо она и так называется суперфлора. Мегацидофилус. Более скромная формула. И биокурунга. Это, так сказать, комплексная формула. Там не одна бактерия, а там множество бактерий различных. То есть это уже как бы смесь приготовленная. А как их, скажите, между собой комбинировать? А вот не надо их комбинировать. Их не надо. То есть человек выбирает либо одно, либо второе, либо третье. То есть суперфлора вполне достаточно. Одна штучка в день. Все. Суточная доза. Великолепная история. Посмотрите. Бифидомолонгум. 3 на 10 в 9. Бацидофилус. 2 на 10 в 9. И инулин. То есть туда уже включены короткие фруктозные цепочки, которые собственно являются пищей для этих бактерий. То есть как бы идет бактерия, и если она не обработала, если ферменты не подготовили для нее почву с инулином, а инулин это короткие фруктозные цепочки, да? Вот, кстати, корень лопуха, да? Корень лопуха там очень много, топинамбур там очень много, инулина, да? Так вот, инулин уже 25 мг вставлен сюда. Поэтому вот на данный момент из всех бактериальных смесей, которые я знаю, вот мне нравится суперфлора. Малюсенькая капсулка, глотнул и забыл. А как принимать? Скажите, как принимать? Одна капсула во время еды, прямо в обед. Одна капсула один раз в день? Один раз в день, суточная доза. Очень удобно, просто невероятно удобно. Такая форма, вот, ну просто, ведь смотрите еще что, коралловый клуб за последнее время обновил свою линейку на 40% почти. То есть если, вот у нас мегаацидофилус, он производился еще и 10 лет назад, естественно, технологии ушли вперед намного. И вот суперфлора сделана уже по последним технологиям. То есть она, так сказать, сделана как продукт, который не содержит никаких, кроме бактерий, ни молочных белков, ничего, ничего, ничего. То есть содержит только суперфлору в чистом виде. Потому что, вот, например, если взять, к примеру, биокурунгу, то там все равно какая-то часть какой-то сыворотки, какие-то белки, какие-то ферменты, да. А здесь чистейшая, такая, так сказать, флора. Прямо. Кстати, есть еще такой компонент на рине, помните, может быть, да? Армянская бактериальная формула, ну, как бы, бактерии маленького ребенка, да? Вот тоже, кстати, неплохая история. Но, опять же, просто употреблять одни бактерии без ферментов, в общем-то, бессмысленно. А как вы советуете потреблять вместе с, и с какими ферментами? Смотрите, вот смотрите. Вот, например, фермент-ассимилятор. Асимилятор. Это один из самых сильных растительных ферментов. Вот лучше него вообще в мире не существует. Потому что этот фермент, проверенный временем, мы с ним работаем 18 лет уже. То есть, это мощнейший фермент. Там все группы ферментов. Но он достаточно сильный. А мы знаем, что у фермента есть небольшое противопоказание. Открытые язвы желудка, вот там покрытые фибрином и так далее. Второй фермент, дегестабл. Формула немножечко скромней, но работает при любой кислотности. То есть, неважно, у человека нулевая кислотность, пониженная, повышенная кислотность. Дегестабл работает в любой среде. Ну и папайя. Она работает тоже в любой среде. Значит, берется либо слабенький папайя, либо средний дегестабл, либо сильный ассимилятор. Ферменты я рекомендую всегда кушать во время еды. Потому что, по сути дела, они нужны еде. Но когда дегестабл с папайей употребляется между едой, то он начинает всасываться уже в кишечнике, и он тогда работает на кровь. Потому что вот эти вот тонкие фракции, они могут проникать прямо в кровь. И в крови уже они оказывают свое действие. Потому что растительные ферменты, они, скажем так, обладают очень, ну скажем так, полиморфным действием. Они могут действовать в любых средах. Могут действовать в лимфе, могут действовать в кишечнике, могут действовать в придатках, могут действовать в предстательной железе. То есть, они с током лимфы попадают во все внутренние органы. И могут очищать кровь, могут, так сказать, оказывать противосвертывающее действие. Кстати, на этом вобензимы основаны, да? Но вобензимы тоже, в общем, животные ферменты, поэтому я тоже, в общем, не очень их люблю. Я все-таки... А вот как ассимилятор можно сколько раз в день потреблять? Вы знаете, я рекомендую потреблять один раз в день, потому что любой фермент, он, скажем так, усиливает всасывание, и человек начинает набирать вес немножко, потому что, ну, естественно, улучшается расщепление и всасывание энергии и всех питательных веществ. Есть надежда, что человек объелся, а у него половину вышло в непереваренном остатке. Но если, например, три капсулы ассимилятора употреблять, то, естественно, улучшится усваивание питательных веществ. Поэтому я рекомендую одну капсулу днем выпить прямо во время еды вместе с едой, и это будет адекватная достаточная доза. Но я хочу поправку унести. Но если у человека, например, постоянные поносы, очень низкий вес, дистрофия, то тогда, наоборот, может быть, даже два раза в день можно вполне... Тогда лучше всего брать дегистейбл с папайей, комбинировать, и употреблять это еще со спирулиной, с люцерной и с каким-нибудь антисептиком. Мне очень нравится, у нас есть такие таблеточки, называется алоэ монан. Алоэ монан – это тоже производная была величайшего нутрициолога Клинтона Ховарта. Значит, он всю жизнь свою посвятил разработке вот этого алоэ вера. И алоэ вера – это ведь везде гели, а у нас это таблетки. Причем таблетки, обладающие мощнейшим антисептическим действием, слабительным, мягким, регенерирующим, асептическим. Человек, который начинает принимать алоэ монан, он буквально сразу отмечает, что у него прекращаются различные желудочно-кишечные гнилостные вот эти вот заболевания. Особенно, когда идет алоэ, папайя и, например, суперфлора. Расскажите, как совместить их в течение дня? Алоэ, вот этот монан, папайя и флоры. Как их правильно совместить? Я считаю, что на завтрак это делать нет необходимости, потому что завтрак обычно идет углеводный, да? А вот в обед просто принимается одна таблетка алоэ, одна таблетка дегистейбла и одна таблетка суперфлоры. И в течение, да, вместе, одновременно. И в течение целого дня до вечера эта формула работает. Потому что утром нам, так сказать, во-первых, чтобы не получилось так, что это все произойдет на голодный желудок, потому что ферменты на голодный желудок, ну, не следует принимать. А позавтракал, не позавтракал, люди не сильно понимают, что такое во время еды, да? Они могут чай назвать едой, например. Выпили стакан чая, что-то, и вот они считают, что во время еды. А еда должна поступить, ну, более серьезная. Может быть, суп, может быть, второе, там, мясное, если человек ест. Если не ест, то это должно поступить что-то, то, что он употребляет. Кстати, я вот что хотела бы сказать. Человек, который только сыроедение, он, в принципе, в каком-то колоссальном добавочном ферментативном пуле не нуждается. Нет, конечно, только те нуждаются. Вы знаете, я просто, вот почему, поскольку ко мне, конечно, обращается огромное количество людей веганов и очень много сыроедов, то и есть проблемы у них, ну, потому что люди из прошлой жизни забрали в нынешнюю тоже много проблем, хотя многое улучшилось. Это у меня целая огромная, на этот счет есть статистика, что улучшилось. Но бывает так, что люди, подгадив себе, так сказать, своими вот этими двадцатью, например, годами потребления фастфуда, ранее, еще вчера и прочее, таким образом микрофлору кишечника, что они не могут, то есть, есть проблемы даже переходя на сыроедение там какое-то... Переваривание клетчатки, по сути дела. Да, и тогда, конечно, и тогда им просто необходимо, вот в том-то и дело, правильно и хорошо бы совместить ферменты, так сказать, пробиотики, вот это, чтобы улучшить этот процесс и чтобы сберечь. И, кстати, еще одна проблема, знаете, какая, о которой мы так вскользь сказали, но вот если есть проблема с поджелудочной железой, а сейчас у каждого буквально первого хронический панкреатит, это буквально у всех, это отмечает и огоня, ну, это понятно, по разным причинам. Так вот, если есть такие проблемы, а мы начнем потреблять пробиотики, ферменты, мы снимем нагрузку. Конечно, 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 именно. Вот это важный момент. И еще вот то, что мы сказали, я про голодание как-то, я вот что хочу сказать, врачи старые еще знали, что вот если есть острые, уже обостренные, так сказать, панкреатиты и уже вот проявление, так сказать, таких некрозов, можно спасти человека только одним путем, если он не будет ничего есть долгое время. Просто если он что-то будет есть, поджелудочная железа просто... Юрий Андреевич, я же врач скорой помощи. Да, да, да. И я всегда смертельно боялась до паники острых панкреатитов некротических. Я когда приезжала на вызовы, и у меня было отделение свое, свое, скорая и ургентная неотложная помощь, я работала в Улан-Удэ в серьезном гарнизоне, панкреатиты это ну просто страшная история, потому что я никак не могла запомнить, чем их лечить. Ну вот, ну никак. И я себе такую вывела формулировку. Холод, голод и покой. То есть ни в коем случае нельзя греть, ни в коем случае нельзя двигаться, массировать, трогать, и ни в коем случае нельзя ничего есть. То есть и мы ферменты делали внутривенно. То есть и только это могло спасти человека. То есть ничего не давали кушать, и внутривенно делали струйноферменты. И вот этот вот холод, голод и покой я повторяла как мантру такую небесную, потому что я очень боялась вот этих прободений поджелудочной железы, потому что это очень тяжелые больные, которым вообще непонятно, что делать. Ну там, если это почечная колика, печеночная, врач скорой помощи всегда может как-то снять этот приступ. А вот приступ боли в поджелудочной железе опоясывающий вот этот вот. Когда у человека и то, и другое, и сзади, и сбоку, и слева, и справа опоясывает. И понятно, что уже идет чуть ли не некроз поджелудочной железы. Вот я всегда говорила, прекратите кушать, только слизистые какие-то отвары, может быть, овес, допустим, в крайнем случае, когда очень хочется. И ни в коем случае не греть, и ни в коем случае не двигаться, то есть снизить двигательный режим. И слава богу, как-то все приходило в норму. Поэтому я всегда рекомендую при нарушениях поджелудочной железы начинать с папайи. Потому что в основном не перевариваются белки и жиры. Но жиры, еще липазы, это же печень, по сути дела, от ток и желчи. А там могут быть лямбли, а там могут быть аписторхи. То есть длительная история. Поэтому я всегда рекомендую так. Берете суперфлору, берете папайю, две таблеточки, берете вот алоэ-манан таблеточку для того, чтобы подавить гниение, брожение. И просто один раз употребляете. Если чувствуете, что необходимо два раза, вы можете в вечернюю еду, если она у вас есть, добавить еще одну порцию. Вот я хочу сказать, что людям, у кого там полипы в кишечнике, у кого там, допустим, гнилостный процесс, у кого там плохой запах и стул, так сказать, то вечером как раз очень даже хорошо, когда в кишечнике ночью не будет проходить гнилостных, протекать процессов, убрать их, остановить в какой-то мере. Я, кстати, очень люблю льняное семя. И я практически всем пожизненно рекомендую на ночь съедать чайную ложечку льняного семени с тем, что он любит. Я сама очень люблю льняное семя. И мне, видимо, его все время не хватает. Потому что масло льняное как-то так не разгонишься сильно, потому что оно очень калорийное. А вот льняное семя, и у меня мама, так сказать, недавно перенесла операцию на кишечник, а тоже дивертикул. И, по сути дела, вот мы льняным семенем, это у нас теперь продукт номер один в жизни, до конца жизни уже, вот сколько, так сказать, отпущено, это льняное семя будет бесконечно. Это будет бесконечно суперфлора, бесконечно папайя, бесконечно будет дегистейбл и льняное семя. То есть, на самом деле, когда прооперировали 84 года дивертикул кишечника, то есть с перитонитом, сказали, мы даже ни одного шанса не даем вам. Просто вот вообще, что все будет хорошо. Но у нас все, господи, спаси, сохраняй, все очень замечательно. Да, потому что все очень хорошо, да. И мама работает, и мама как бы это самое, и живет, и радуется каждому дню. То есть кишечник для пожилого человека, это просто, это вот то, откуда идет смерть. Поэтому там не должно быть ни гниения, ни брожения, ни бурления. Там должно все выделяться каждый день. Если утром стула нет, значит, надо пить водичку до тех пор, пока, так сказать, стул. Добавлять клетчатку, добавлять любые, так сказать, смеси, которые могут спровоцировать, ну, качественный, хороший, упакованный стул. И, конечно, это в основном еда будет. Потому что биологически активными добавками мы просто этот процесс регулируем и приводим в норму. Я не говорю ли им, что они должны всю жизнь сидеть на ассимиляторе или, например, на дегистейбле. Это переходный, конечно, период, и когда есть проблемы, и когда надо поддержать организм, так сказать. Это коррекция, это именно коррекция проблем вот этих вот. Но я бы сказала так, что мы могли бы суперфлору вообще употреблять только по показаниям. Но, к сожалению, молоко отравленное, пшеница отравленная, к сожалению, мясо отравленное, то есть антибиотиками. К сожалению, спиртные напитки все отравленные, то есть, по сути дела, нитратами и нитритами. А человек... Кстати, сколько процентов у нас сыроедов в стране? Вот так, приблизительно, навскидку. Вы знаете, точной статистики нет, но число настолько растет, что люди постоянно пишут, что еще вчера я считал все это глупостью, а теперь я сам и понял, и у меня вот это прошло, это изменилось. Вы знаете, вот если веганов говорить, вот, ну, скажем так, давайте возьмем все вместе, вегетарианцы, веганов, сыроедов, я думаю, это процент уже чуть ли не может быть 5-7 процентов. Да, но это, конечно, ничтожно мало. Конечно, это ничтожно мало. Это пока мало, но, так сказать, вот, ну, в Европе больше гораздо. Ну, я считаю, что вы внесли свою очень серьезную лепту, потому что я не видела человека, который с таким бы, с такой бы любовью относился к природным веществам. Кстати, многие ваши соплеменники вас покинули, что называется, в этом пути, и отреклись, что называется, от этого направления, но, тем не менее, я считаю, что это единственное направление, которое дает человеку жизнь, но без БАДов мы здесь никак не обойдемся, потому что, к сожалению, нет хороших белковых продуктов, то есть вот они есть у вас, но их абсолютно нет в свободном доступе, да, и поэтому я бы считала, что аминокислоты нужны добавлять из БАДов, из растений. Я бы считала, что спирулину нужно брать не какую-то развесную, а вот именно таблетированную, высочайшего качества, которое не гниет, не бродит. Я бы считала, что хлореллу надо и в сухом виде, что люцерну надо. Давайте сделаем с вами передачу по аминокислотам следующую, потому что это было бы очень, да, это было бы очень, так сказать, хорошо, и мы бы подняли очень важную тему, потому что аминокислоты для веганов, вегетарианцев, сыроедов, монофрукта и так далее, они являются основной, по сути дела, строительной базой. То есть мы должны растения посмотреть, в которых аминокислоты, и мы должны посмотреть БАДы, чтобы мы гарантированно, прямо сколько кушать в граммах, чтобы вы получили всю незаменимую вот эту вот композицию. Кстати, сейчас Всемирная Организация 47 питательных веществ выделила, которые не синтезируются в организме ни при каких обстоятельствах, но синтезируются бактериями, да, как бы, но мы доказать это вот уже не можем, потому что это надо брать, так сказать, проводить широкомастабные исследования уже самих бактерий, уже самих бактерий, да, я уверена, что они синтезируют все. Конечно, иначе бы не жили фрукторианцы, которые едят только фрукты. Да, но они едят фрукты, а у них 2 килограмма бактерий умирает, которые являются животными, по сути дела, да? Ну да, но там, на самом деле, просто бактерии определенных групп в результате поедания растительной живой клетчатки, они именно выделяют как продукты своего метаболизма именно витамины и аминокислоты. Так вот же, ну то есть, по сути дела, они являются, бактерии являются как бы животными. Да, то есть, мы вообще люди, симбиотические организмы, как и другие все животные на нашей планете, начиная от насекомых до млекопитающих, у всех в кишечниках живут определенные группы бактерий, которые помогают им добирать те вещества и синтезировать, которые они из своей пищи не могут. Ну, посудите сами, вот смотрите, Ольга Александровна, мы не берем даже ниши, берем высших млекопитающих, которые растут, у них белки обновляют клетки, да, у них хватает для корма молока материнского выработки. Вот возьмем панду, она ест только проросшие молодые поросли бамбука, и все в течение жизни, представляете, а там ничего нет практически. Это потрясающе, это потрясающе. Или возьмем еще интереснее, например, коала, еще одно млекопитающее животное, а это листья эвкалипта, причем ядовитые, понимаете? Да ужас, вообще. Вот, и это высшее млекопитающее животное, то есть, мы очень мало знаем о организме, и, конечно, уж перестать надо давно, я говорю, в первую очередь, о медиках, о профессорах, академиках, нести вот этот вот бред, я по-другому сказать не могу, о том, что, так сказать, необходимо именно и без мяса, но есть, ну, на белое, конечно, можно говорить, что оно черное, но оно от этого, так сказать, цвет не изменит, потому что мы прекрасно видим, есть те люди, огромное количество, вот у меня приходят письма, где есть веганы в пяти поколениях, в шести, то есть, люди, которые никогда в жизни никаких вообще животных продуктов не ели, но они растут, развиваются, дети здоровые крепкие, рожают здоровое потомство, если бы, так сказать, хоть часть правды было бы в том, что без мяса там и животных продуктов не прожить, то ни одного бы исключения не было, а этих исключений миллионы во всем мире, так что, так сказать. Я когда-то читала лекцию по гемоглобину и рассказывала, ну, как бы еще молодым врачом, ну, не молодым врачом, ну, может быть, уже 20-15 лет назад, и одна бабушка спросила, говорит, ну, обязательно печень есть для того, чтобы, ну, от анемии справиться? Я говорю, ну, ну, считается так, вот гематоген там, ну, и так далее, ну, это традиционная медицина, я занималась традиционной медициной, и вдруг она мне говорит, а коровы болеют анемией? Я говорю, а как же, конечно, болеют, она говорит, а чем они лечатся? Я чуть со сцены не упала, от ужаса, от стыда, потому что я выпучила глаза и говорю, они лечатся травой, и она задала убивающую кровь, а почему мы, говорит, травой не лечимся? Я говорю, а потому что не умеем, и она говорит, вот, учитесь, учитесь. А я рассказывала, что надо есть там яблоки, там орехи, там, то 25-то, она говорит, ну, где корова возьмет яблоки, а у нее такая же кровь, как у нас. То есть на самом деле, на самом деле здравый смысл подсказывает, что да, действительно, конечно, мы должны кушать сырую еду, конечно, мы должны меньше или вообще не убивать животных, конечно. Но сейчас уже ученые сделали настолько эффективные формы вот этой вот концентрированной, умной, эффективной еды, той же спирулины, хлорелы, там, тех же селенов, тех же пробиотиков различных, что мы легко можем отказаться от главных пищевых продуктов и заменить их вот этими нашими формами. Но для этого сначала, конечно, надо почистить кишечник, потому что прежде чем переходить, нужна такая уборка, еще одна, еще одна генеральная, что называется, да, начать с легенькой и, так сказать, закончить уже серьезно. Я сейчас покажу буквально еще пробегом одну секунду последние слайды, чтобы мы знали, куда мы идем. То есть у нас есть программа Калавада. У нас с ней отдельную надо вам по Калаваде нам с вами сделать, потому что это на данный момент является одной из лучших мировых очистительных программ. У нас есть противогельминтные средства, полная линейка. У нас есть противогрибковые, полная линейка. Анатолия Алексеевна, вот это очень важный момент. Дорогие друзья, вот я обращаюсь к нашим зрителям. Я, ну скажем так, уже имея огромный опыт противопаразитарных программ, когда действительно сложнейшие, так сказать, комбинации, например, лямблия, пистархоз и там, по-моему, еще куча всего, а такие люди есть, у кого находят по 10-20 паразитов разных видов, я имею в виду. Такое тоже бывает. Так вот, я считаю, то есть самое лучшее – это совместить, скомбинировать, потому что вот есть грибные препараты лечебные, и среди них именно здесь лисичка, потому что там есть такое уникальное вещество – хиномоноза, которое растворяет даже оболочки яиц гельминтов, прерывает цикл развития. Это единственное на планете. Поэтому в лесах от белочки до лосей все едят лисички, именно как антипаразитарные средства мощнейшие. В нашей северной полосе, северной полушарии. Так вот, если совместить эту программу, ну там три грибных препарата идёт, то что один трутовик лиственничный, он что делает? Он как бы это гепатопротекторное мощнейшее средство, он восстанавливает печь, набирает токсины, не даёт печени перегрузиться в момент отхода гельминтов, да, там переваривания и так далее. А шитаки – это мощнейшее иммунное модулирующее средство, которое, так сказать, заставляет, так сказать, активизироваться и не ослабнут организм в этот период. Это такая японская старая очень древняя схема приёма, но, скажем, вот, плюс ко всему, если совместить здесь добавить апистоп, когда точно мы знаем, что есть апистаркоз, леблиоз, да? Да, караосины, караосины с шиповником, да. Да, это совместно однозначно решит вопрос. Вот эта вот комбинация мощнейшая, плюс на ночь, как бы на кончике ножа полынь, я советую порошок, на ночь прям забиваю водой. Вот, есть много тыквенных семечек в этот период, так сказать, особенно в первой половине дня, да, прям вот по полстакана, вот дней 10 подряд. Вот, и если есть возможность, настойку на укропных семенах. Вот, вот комбинация вот этого всего, так сказать, 100% избавит от паразитов. Замечательно. Ну и последнее, что у нас есть, так сказать, это программа «Целевая здоровый кишечник». Кстати, она пользуется очень большим сейчас спросом, к ней есть целая книга даже у нас, монография, да. Туда входит достаточно много различных ингредиентов. Туда входит 67 активных компонентов растений, 100% натуральная формула, 8 ферментов, 2 лактобактерии, значит, и 15 витаминов. То есть, это самая такая, с минералами, это самая многокомпонентная смесь называется «Здоровый кишечник». То есть, мы о ней уже рассказывали, и если наши слушатели захотят, они посмотрят предыдущие наши эфиры, там мы подробно об этой программе рассказывали. Кстати, есть подробная программа дегельментизации, мы с вами тоже это, помните, несколько лет назад это было первое наше с вами видео. Оно не устарело, оно абсолютно актуально, я его недавно пересматривала, оно абсолютно актуально, поэтому сегодня больше как бы не будем, я линейку перечислила. В любом случае, можно задавать нам вопросы, можно обращаться к вам, можно обращаться там ко мне на сайт бутакова.инфо, то есть, можно обращаться, так сказать, просто на любые наши ресурсы, у вас огромное количество ресурсов, да, и мы ответим на все вопросы, я тоже отвечаю на все вопросы. И наша цель, чтобы человек поменьше гадил в природе, поменьше убивал, поменьше сам засорял природу, побольше ее берег, и сейчас, вы знаете, что я сейчас еще должна сказать, буквально последнюю минуту, и очень изменились вибрации планеты, очень. То есть, изменились тонкие поля, изменились геомагнитные поля, изменились пространственные, так сказать, соотношения молекул воды и других минералов. И, конечно, этим занимается эзотерика, мы в это не вмешиваемся, а просто наблюдаем, да, но, тем не менее, я вижу, что лекарства работают хуже, я вижу, что скорость быстрей, я вижу, что заболевания протекают по-другому. У меня 40 лет врачебного стажа, и я абсолютно четко вижу, что что-то серьезно меняется, что меняется содержимое, так сказать, фруктов и овощей. В яблоках нет железа. Ну, что это за яблоки без железа, да? И природа успеет как-то перестроиться, хотя мы ее очень сильно напрягли. И человек обязательно должен переходить на природные средства оздоровления, потому что другого пути у него сильно нету. Другого просто нет. Другое – это как бы такой временная какая-то, ну, необходимость, когда что-то случилось срочно, и тут уже, так сказать, ничего другого не остается. Но в перспективе, пока человек жив, здоров относительно, у него единственная возможность, как можно дольше и качественнее прожить, и больше, соответственно, в жизни своей добиться, чего-то сделать, хорошего, я надеюсь. То есть, так вот, это только переходя на естественный образ жизни, а это такое всеобъемлющее понятие, это среда обитания, это, то есть, вот это экологическое пространство, это живая вода качественная, так сказать, структурированная и так далее, это питание, живое питание, что всё есть на нашей планете. Кстати, об этом, вы знаете, огромное количество сейчас вот честных, порядочных, то есть, вопрос ведь не в том, кто человек по, так сказать, там, профессии и так далее. Вот знаете, я скажу так, среди вот многих священников, а меня вот так получилось, слушают, как я выяснилось, очень много, священники, вот очень многие в себе, вот как бы совесть у них, ну, быстрее, что ли, может быть, просыпается, многие перестают, кто ел, еще есть мясо, рыб, ну, вообще животные, пищу. Они уже трезвым, что называется, умом, они видят, и что говорят? А вот в любых ведь священописаниях, и значит, вот если человек религиозный, он к чему должен стремиться? Наверное, к эталону, да? Ну, конечно, к образцу, к образу, к образу и подобию. А как изначально было, что было вот это вот дано человеку в пищу? Плоды, о чем говорит и наша биохимия, здравый смысл. Мы люди, плодоядные существа, потому что плод – это концентрат энергии Солнца, минералов Земли. Глюкоза – высшая молекула Солнца, да? Да, и, так сказать, в нем есть все, ну, в тех или иных плодах, хоть остальное доделает наша здоровая кишечная микрофлора. И беда в том, что сейчас у людей она нездоровая. Вообще нет ее, практически. И поэтому-то мы, не потому что… Вот почему раньше тот же писал Норман Нокер? Как раньше, еще 100 лет назад, в 80 было просто, очистив организм, перейдя на сыроедение, на соки, жить здоровой, полноценной жизни. Сейчас сложнее. Почему? Потому что совершенно, во-первых, в пище уже, в этих плодах нет всех тех минералов, микро-макроэлементов, которые были еще тогда, почвы беднеют, но об этом мы тоже говорили, да? И потому что наша кишечная микрофлора прибита, забита… Отравлена. Количеством антибиотиков, которые в своей жизни принимали, пища отравленная, с консервантами, со всеми делами. И она не может восстановиться, даже у многих сейчас на сыроедении. Вот поэтому я посчитал так важным именно… И вас попросил провести об этом, так сказать, нашу беседу, потому что без современному человеку, большинству, не всем, конечно, исключение есть, но подавляющему большинству, без ферментов, без пробиотиков, не обойтись, чтобы вот этот шаг, переход сделать к здоровой, абсолютно здоровой жизни. К энергии вообще жизни, потому что пища, которую мы не переварили, съедает нас. Это вот абсолютно. И я надеюсь, что Марва Агонян проведет у вас в июне, так сказать, свой замечательный заезд. И, скорее всего, что с 11 июня я еще подъеду к вам, и это будет совершенно унивительная вещь. Сейчас пару слов скажем в этом, уважаемые наши зрители. Скорее всего, где-нибудь с 13 числа мы посмотрим, опубликуем потом отдельное приглашение, я его на своем канале YouTube опубликую. Наверное, где-то с 13 до 20 июня Ольга Алексеевна такое тоже проведет занятие. Причем это такое... Школу очищения. И очищающую. Восстанавливающую. То есть, чтобы каждый из вас, потом, выйдя после этой недели, вот этих тренингов, был, ну, что называется, таким уже профессиональным человеком в области вот нотуропатии, понимания... Естественного самовосстановления, да? Да, да, вот это очень важно. То есть, это будет такое обучающее занятие очень сильное, и я... Скоро ждите, опубликуем об этом обязательно информацию. Будет запись, группа, все там будет сказано. Поэтому пока даже об этом не пишите, все вы услышите в следующем видео. Вот. Ну, что в заключении нам, наверное, тогда сказать? Я считаю, что у нас беседа удалась, потому что мы с вами работаем в одном направлении. Мы хотим сохранить планету для потомков и потомков на этой земле, потому что не так все однозначно. Экология просто, не знаю, сколько лет нам осталось. И если у нас не проснется экологическое сознание, то у нас очень печальный будет сценарий. Но я оптимист. Я оптимист, и все-таки я думаю, что люди проснутся, почистятся и начнут жить по божеским законам. Вы знаете, так меняется мировоззрение человека. Вот так меняется. Вот после системного, лечебного, например, голодания. Когда человек переходит после голодания сначала на соки, потом на смузи, более твердую пищу. Ну, чтобы взрастить микрофлору уже заново, так сказать. На пище микроскопических волокнах, на, так сказать, клетчатке, на живой. То тогда потом постепенно переходит. Он уже просто... Это все говорят без исключения. Они удивляются, как раньше они хотели есть то, что сейчас они понимают, что уже не хотят это есть. Понимаете, какая штука? То есть вот прям меняется. Меняется мгновенно, сознание меняется. Мы вот проводим Волгу, и у нас 7 дней очищения. Люди приезжают унылые, загруженные. Уезжают, напрощаться не могут. Напрощаться обнимаются, целуются, радуются. То есть вообще другие люди, просто другие люди. А казалось бы, что, ну, в Дивеево съездили, великая история, почистились, 7 дней почистились. Ели эффективную еду. Я, конечно, предвкушаю, что у вас еда будет суперэффективная. Сама буду очищаться вместе с вами. Вот это мы как раз подготовимся к этому, с вами обсудим, так сказать, какой будет такой некий такой, ну, как сказать. Концепцию. План, да, концепт, план. И тогда мы уже, зная все это, поподробнее объясним людям, так сказать, что их ждет. Ну и приглашаем, а пока предварительно, вот пусть уже люди знают, что будет такой. Пусть рассчитывают план строить в своих, так сказать, отпусках или просто какой-то незапланированный отпуск. Ольга, ну что ж, тогда следующую мы какую с вами проведем? Про аминокислоты. Давайте, следующий. Белок аминокислоты как основа жизни. Потому что мы и есть белок. Аминокислота во всем его проявлении. Мы есть живая аминокислота. Вот по сути дела, да. По сути, да. Вот об этом мы как раз и поговорим. Мы поговорим, начнем с тех заблуждений, которые вот все сразу говорят о том, что если нужны, типа, белки и аминокислоты, а это факт, значит, необходимо есть мясо. Вот прям, вот одно и то же, типа, а это совершенно не одно и то же. То есть, белки нужны, но белки у нас синтезируются. Об этом все забывают почему-то, даже многие медики. Как будто вот мы съели это сразу в клетку и прям из этого построили. Это не все так примитивно происходит. Конечно, конечно. Вот об этом мы поговорим, чтобы люди знали. Вот это и скажем, как же тогда быть той группе людей, например, у кого опять-таки вот расстройство кишечника, дисбактериозы и проблемы. Ну, мы им как бы следующую структуру дадим. То есть, уже питательные, как вещества, значит, те самые аминокислоты, какие, как и что. Обсудим и в плане вот добавок, и в плане живых растений и так далее. То есть, что там, значит, нужно есть, как принимать. Потом как раз поговорим о том, что если, например, вот вы хотите даже, вот у вас сверхзадача накачать мышцы, то в этом случае как, потому что вот у меня есть определенные в этом плане, так сказать, ну, для желающих наработки. Да, да, да. Посмотрим, как совместим мы все это вместе, значит, да? Вот, и об этом как раз давайте в следующий раз. Давайте, давайте. Спасибо большое за беседу. Очень интересно с вами было, как всегда, и очень полезно, и мне даже полезно, потому что я узнаю много нового. Спасибо большое. Да, благодарю вас тоже за нашли время. И всего хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. До новых встреч.